Всем привет! Были сегодня в Гудвилле. Купили за 7 долларов новые часы. Здесь висели часы с Гудвилла за 25. Мы купили за 7, потому что там циферблат был очень черный и плохо было видно сдалека. Не знаю, будут они работать или не будут, но пока повесили, понаблюдаем за ними. Еще купили две картины, попозже повесим, тогда покажу. Вот одна из картин, про которую я рассказывала, которую мы купили в Гудвилле. Мне так кажется, что у нас здесь хорошо будет сочетаться уже с желтыми рамами, плюс столешница тоже будет с ней хорошо сочетаться. Да, будем Ярослав вешать здесь, но немножко правее надо будет. Весели мы картину. Кстати, она стоит 20 долларов. Вроде бы как нарисованная. С какими-то подписями. Какая-то подпись есть. И еще с обратной стороны есть какие-то там письмена. Потом сфотографировали, потом почитаем. Вот. Мне кажется, она идеально сочетается на стене с другими картинами. И этот цвет сюда хорошо вписывается. Вот такие вот находки иногда бывают в Гудвилле. Дешево и сердито. И никогда не жалко будет купить что-то новое и поменять. Так вот все выглядит. Может, как будет, когда солнышко с этой стороны. Может, оно даже будет как-то по-другому играть. Вот как-то так. Ярослав уже несет вторую картину. Сейчас мы ее сначала сюда на коридор примерим, потом в другую эрею. Ну, хорошо. Длинная, прямоугольная. Здесь как бы вытянутый коридор и скамейка. Алиса, ты тут? Иди сюда. Иди сюда. Смотри, вот такую картину сюда. Как ты нам подскажи? Смотри сюда вот такая или потом сейчас сюда померим. Мне кажется, здесь хорошо. Она такая вот скамейка длинная и картина длинная. Или сюда. Ну что? Мне кажется, сюда. Повесили все-таки сюда вот эту вот картину в каком-то японском, китайском стиле. Не знаю. Кажется, что свет от нее исходит. Очень интересное сочетание красок. И тоже есть какая-то подпись. Не знаю. Тоже, по-моему, 20 или 12. Уже забыла даже, сколько стоит. И вот так вот получается в коридоре теперь такая картина висит. А сюда на место вернули то, что здесь когда-то и висела. Вот эта вот картина. Которую мы за 3 доллара купили на гаражном распродажах. И вот так у нас получилось. Здесь картина, там картина. Красота? Красота. Всем привет. Хочу немножко рассказать о своих планах. Может, они не воплотятся. Изначально хотела помыть окна и убрать отсюда тюли. Но потом меня что-то тюкнуло, и мне захотелось перестановки. Когда скучно, делать нечего, я начинаю мебель переставлять. Так вот, я хочу переставить здесь мебель. Кровать вот к этой стене поставить. Телевизор поставить сюда. Перевернуть. Похожий вариант перестановки мебели был на фотках предыдущих хозяев. А на Зилово были так фотки стояла мебель. Вот здесь так кровать, здесь телевизор. Там у них кресло, стальник, комода. Но у нас там будет стоять тренажер. Не знаю, согласится ли Ярослав таскать тяжелую мебель. Потому что кровать и телевизор, и тренажер нелегкие. Естественно, что картины потеряют весь смысл. Надо будет снимать зеркала и что-то перевешивать. Поэтому надо все обдумать. Но вот мне захотелось так. Не знаю, будем мы так делать или нет. Вот. Ну а так сейчас сниму тюли, постираю их. Вообще уберу отсюда. А окна помою. Вот. И параллельно Женю заставляю освобождать тумбочки в своей комнате. Чтобы можно было сделать у него перестановку. Будем собирать кровать. Вот. Так что такие планы. Так. Помыли в Жениной комнате окно. И переставили. А в нашей спальне тоже помыли окна. И Ярослав согласился на перестановку. Так что будем таскать. Мы с папой пришли в Женину комнату. Чтобы собрать основание для кровати. Матрас мы не купили. Мы подумали, а вдруг она все-таки немножко не того. И прежде чем покупать матрас. И вдруг тут будет некрасиво все стоять. Сначала соберем основание. А потом будем думать, что делать дальше. К нам пришел главный помощник. Надо все понюхать. А куда ты кровать эту понесешь? Коридор. Не будешь разбирать ее? Тебе помочь как-нибудь? Да. Я тебя позвал. Не этот. Я думала, позвал снимать. Стой. Давай я положу телефон. Помогу. Подождите. Стой. Ну ты сейчас не пройдешь же. Кровать мы убрали. Здесь мусор подкроватный мы выкрепли. Сейчас пол подсохнет. И папа уже стоит за дверью с кроваткой. Будем собирать ее. Ярослав уже притащил ножки. Все там в коридоре распаковывает. И сюда носит. Женя пришел. Который не хочет, чтобы его снимали. Распаковка частей кровати. Она там происходит в коридоре. Все? Уже там пусто, да? Последняя самая большая часть. Это хетборд. Изголовье кровати. А болтики? Была коробочка с болтиками? А вот это. А тебе достаточно? Наверное, да. Все, да? Тебе не мешать. Железги уже прикрутили к друг дружке. Рыжик идет там. И все. Пришел главное, да. Спрятаться. Ты там спрятался? Киса. Киса. Затам, задам, задам. Папа с Алисой прикручивает ножки. Рыжик, не лазь там. Папин помощник. Папа с Алисой прикручивает ножку. Киса. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис. Что, вырочайся. Сладко. Рыжик, скрывай. Нет. Тот, звук, утраков. Толк. Я тожеrau. Это я. Рыжик, заснул сон. Брррррр. Ну что, красота? Женя, тебе нравится? Да. Вот такая кроватка. Я уже не помню, сколько мы купили ее. Но получилось в два раза, а то и меньше. Дешевле, чем в магазине. С краю, наверное, надо положить, что он будет по доскам скакать, что ли. А что, он туда увалится? Ну все, надо заказывать матрас. Да, сейчас пойдем заказывать матрас. Так, сейчас обсуждаем оставлять кровать так, как стоит сейчас, как было предыдущее. Либо же перевернуть ее. Сейчас папа, он там пытается что-то померить. Померили расстояние до двери, за двери. И, короче, не влезет она по-другому. Поэтому мы оставляем кровать так, как... Жень, тебе норм? Нормально так? Нравится кровать? Хорошо. Матрас закажем. И тогда все-таки оставим все. Решено. Пришел матрас. Сейчас его тут надо распаковать. Положить на полу, чтобы он распрямился. Потому что мемо-реформ. И они всегда скручены в вакууме. И надо, чтобы они распрямлялись. Некоторое время. Прежде чем на кровать положить. Все, как кровать твоя. Может, нет, какого-то такого, чтобы они... Это что там? Венок, дистолк, нажимаем. Это что значит? Ну, это знаешь, как вот этот наручка начнет. Мы его, Женя, распакуем. Он здесь полежит, распрямится, а потом на кровать положим. Сегодня мы достаем... Я не знаю. Надо почитать инструкцию. Что достанешь? Да не надо, Женя. Просто подожди ты. Будем на постели заправлять. Не терпится. Где Котя? В коробке где Котя? А, тут. Залезай обратно. Папа специальным каким-то новиком пытается разрезать пленку, который прилагался в комплекте. О, Рыжик там шкребет как. Слышишь, как Рыжик там шкребет? Рыжик! Это чудо-то! О, о! Я могу на эти спать сейчас! Скажи. Нет. Надо еще пакет этот снять. Ну, хотя бы разрежь его, чтобы он на полу не лежал без пакета, а воздух просто, чтобы... Рыжик, тебе нельзя. Не надо драться. Нет. Не повезет. Ты прям ума драться, и твой. Понятно? Ты прям ума драться. Я не знаю, я не знаю. Все, наверное, так достаточно. А где? Не демонстрация. Не знаю. Сейчас поедем. Может, дождь, дай ему понюхать. Нет, в коробке ничего нету. Может, на коробке вот тут что-то есть? Или тут состав? Да, сейчас не сообщу. Ну, запусть выпрямляется уже. Такой. Ну, не надо. Ты такой же, с калатом. Я хочу. Там написано, что это как бы вот жесткий. Но подходит и детям, и взрослым. Ну, что, мы продолжаем приводить в порядок Женину постель. Вот. Тут на нем, на кровати новой, лежит старый матрас, который твин был. Ей стоит кровать размер мира фул. Я даже не знаю, как это перевести. Это, наверное, больше похож твин. То, что у нас было раньше полуторка, а фул тоже, скорее если вот двуспалка у нас в наших краях достаточно большая, я в сантиметрах не знаю, потому что здесь все вынчих. Сейчас сходу не переведу. Ну, вот разница, да? Фула и твина. Приличненько так. Взрослый парень. Идем в среднюю школу. Мама с папой решили выпендриться. А, наверное, вот эту детскую картину сниму, которую сама рисовала. А что-нибудь повесим, может, другое. Есть два комплекта постельного у нас размера фул. Это мы покупали в Волмарте. И это мы взяли в Костка. Жень, какой будем застилать сразу? Я застил. Синий, да? Угу. Хорошо, тогда этот в шкаф положишь. Уложили уже матрас на кровать. 8 инчей. Толщина. Посчитали, что детям больше не надо, потому что и так высоковата кровать. Для того, что вот изголовье выступает вот здесь по краям. Получается, что матрас не до стены. И получается такой зазор. Не знаю. Ну, может, Женя не провалится. Туда можно подушек напихать каких-нибудь. Вот матрас еще до конца не распрямился. Но я думаю, что распрямится. Прикольно, что здесь по цвету совпала кровать. И матрас тут такая вставочка. Матрас, да. Вы же поняли, что мы его заказали на Амазоне. Кому интересно, могу оставить ссылки. Что? А не упадет, потому что сюда можно и ушки, и сюда и подушки. Вот. Вот это основание кровати, оно тоже было возврат из Амазона на том акционе, которому купить. В принципе, я могу тоже поискать. Если кому интересно, именно такое основание кровати. Ярославу очень понравилась сборка этого основания. Ну, так, в принципе, выглядит ничего хорошо. По сборке и вообще по конструкции неплохо. Сейчас застелим, пускай распрямляется дальше. И все, будет такая кроватка. Сейчас застелим как есть, но надо будет купить такой на матрасничек все-таки, чтобы меньше пачкался матрас, потому что его... Даже если здесь и можно отстегнуть, это постирать, мне кажется, все равно немножко уступится. И легче постирать на матрасничек, чем чехол от матраса. Все, сейчас будем застелать. Вот так смотрится этот постельный комплект. Неплохо. Это, по-моему, не катон, не хлопок, не профибра, по-моему. Вот. Вообще, в американских комплектах мало катона. И в этом только в Икеа, по-моему, можно купить катон. Ну, хотя можно, но сложнее найти катон. Вот. И у них нету, да, пододеянников. Они всегда просто на резинке входят, наволочки. И просто не просто, а сверху кладется какое-то одеяло. Я пока застелила, но я знаю по опыту, что Женя ему мешает. И Алисе тоже мешает. Простыни это, а не просто пледами накрываются. Ну, для красоты, для видео я оставила. Но первый раз, пока Женя не скрутит эту простыню, не выбросит. Вот сейчас еще сверху пледик застелим. И все. А, еще надо будет органайзер повесить, посмотреть, как он будет тут висеть. Вот, постелили Жене плед такой, то, что был дома, побольшего размера. Пока такой коричневенький. Серенький-то больше, я бы подходил. Но какой есть, пока ничего нового не покупали. Сейчас распакуем органайзер. Вот такой у нас органайзер. Он вешается под матрас, прижимается матрасом. И сюда можно бутылку с водой, телефон, книжку положить. Вот, потому что тумбочка уже здесь не влазит, прикрывать возле дверей. И та, что у него была, она как-то не совсем подходит сюда уже. Здесь была белая кровать и белая тумбочка. Сейчас серая кровать и белая тумбочка очень маленькая не смотрится. Ну, вот так он, получается, будет под матрас составляться. Вот здесь есть кармашек. Вот здесь кармашек. Вот здесь и здесь. Вот они были разных цветов, но этот был на самой большой скидке. Очень много было с сеточкой. Но мне вот больше понравилось без сеточки. Оказалось, что будет с тканью надежнее. Вот, вот сейчас поставим, посмотрим, удобно ли будет этим пользоваться. Тоже покупали на Амазоне. Если мне понравится и вам понравится, оставлю ссылки в описании. Ну, вот, принцип такой вот сюда кладется. Не знаю, будет он тут выезжать, не будет. Но матрас еще до конца не распрямился. Торчит как-то неровно. Будем надеяться, что все распрямится. Если что, на двухсторонний скотч можно будет приклеить на досочку эту сюда. Посмотрим. Женя потом расскажет, удобно им пользоваться или нет. А тюль, которая висела в спальне, я ее постирала и повесила здесь в ливинге. Показалось, что она будет неплохо сочетаться. В коричневых тонах у нас сделан ливинг. Единственное, что она понизу вся затяжка. Фрыжик постарался. Вот, но я оставила ее в таком американском стиле, когда они висят только для красоты. Не занавешиваются до конца. Потому что от солнца защищает жалюзи. Вот, ну пусть повисит. Может быть, когда доделаем здесь пол, ремонт какой-то, сделаем что-то, повесится другое. Захотелось мне попробовать. В отделе Хома взяла такую подставку для своей комнаты. Птички параную. И вот тут, я не знаю, каким ниже мне может поможет тюлья, какая больше нравится в нашу спальню. Такая вот. Или вот такая. Тоже в спальню. Я бы сказала, вот эта красивая. Вот эта красивая. Так еще под одеяло ваше. Так лучше было. Вот эта, да? И под цвет пола и стен так лучше будет. Окей, я же не так и сделаю. Возьму эту. Продолжаем. То ли наводить порядок, то ли делать погром в доме, не знаю. Повесили вот уже новые тюльки. Поотшила их. Надо бы, конечно, отпарить. Отпаривать или нет. Так, может, сбрызну водой. А от висятся они сильно не мятые. Тумбочки поубирала. Сейчас отправлю робота, чтобы попылесосил. А чтобы ничего не мешало. Потом посмотрим. Наверное, будем ставить на бок кровать. И по кругу перемещать мебель. Вот что получится. Покажу уже потом. Ну вот, что у нас получилось. По-другому стала выглядеть комната. Не знаю, лучше или хуже. С картинами пока ничего не делали. Поживем потом. Подумаем, что с ними делать. Птичек сюда пока поставила. Может быть, потом какие-то полочки повешу. Вот, и люблю, чтобы в спальне были парные предметы. Ну вот, на этом сегодня, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok